В Спасской церкви, расположенной в Тюмени на пересечении улиц Ленина и Члёскинцев, был найден гроб с человеческими останками. Его обнаружили в подвале алтарной части северного предела церкви. Предположительно, это и есть утраченное место захоронения купца и мецената, почетного жителя Тюмени Андрея Текутьева. Первой на месте обнаружения находки оказалась съемочная группа нашего телеканала. Все это может пролить свет на одно из темных пятен тюменской истории, ведь место, которое стало последним пристанищем Андрея Текутьева, до сих пор точно установлено не было. Некоторые жители думают, что оно находится на старом кладбище в центре города, которое носит имя мецената, но это ошибка. Просто рядом была мельница Андрея Текутьева, со временем она исчезла, а к кладбищу навечно приклеилось имя городской головы. Что еще известно на данный момент, хотим узнать у ведущего программы «Вечерний хэштег» «Ивана Стрижова». Вчера эта тема подробно обсуждалась в ток-шоу. Иван, здравствуй! Здравствуй, Кристина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Но для Тюмени это уникальный случай. Вчера вам удалось связаться с историками-краеведами. Как они это прокомментировали? Какие еще есть версии, помимо того, что найден гроб Андрея Ивановича Текутьева? Знаешь, Кристина, комментируют совершенно по-разному. Есть несколько версий, их немного, но тем не менее, каждая из них заслуживает особого внимания. На протяжении нашего вечернего хэштега у нас было несколько таких версий. Одну из них высказал известный историк-краевед нашего региона Валерий Чупин. Так вот, он считает, что вполне возможно, что эти останки принадлежат супруге Андрея Ивановича Евдокии Яковлевны. Дело в том, что, как говорит Чупин, несколько лет назад на месте этого захоронения была обнаружена яма, которую впоследствии назвали колодцем. Так вот, в этой яме, в этом колодце, возможно, и были останки самого Текутьева. Вот такая есть версия. Ну, а краевед Александр Петрушин рассказал другую версию, связанную с золотоискательством. Вот можно о ней тоже подробнее? Да, высказал Александр Антонович такую версию. Ну, это такое золотоискательство в не очень хорошем смысле этого слова. Дело в том, что в 20-е годы советская власть провела экспроприацию церковных ценностей. Происходило это в 11 православных храмах города Тюмени. Вот. И раньше очень часто именитых купцов и таких заслуженных горожан хоронили именно на территории возле храмов, в так называемых склепах. И вот, по версии нашего историка-краеведа, в этом склепе был похоронен и Андрей Иванович Текутьев. Но потом, когда большевики начали все это дело разрывать для того, чтобы найти золото, нашли там они или нет, как они разрыли, что и как, естественно, это пока неизвестно. Но есть версия, что когда они эту могилу разрыли, они потом решили перезахоронить останки вот уже в самом храме. И есть такая версия, что это так и происходило, что, ну, возможно, этот факт имеет место быть, скажем так. Угу. Ну, одним из первых сенсационную находку увидел наш коллега Дмитрий Чашков. Он вчера тоже был в эфире. Что Дима рассказал и что особенно отметил, находясь на месте обнаружения? Ну, прежде всего, хочу сказать, Кристина, что у Димы по-особенному так горели глаза. Я как журналист его прекрасно понимаю. Я считаю, он первый из представителей средств массовой информации побывал на этом месте. Он делал стрим-потоки. Он своими глазами видел, что это происходит. А это на самом деле ведь, в принципе, вполне возможно, вообще историческое событие в жизни нашего региона. Ну, суть до дела, о чем он говорил? Он говорил о том, что есть крышка, крышка самого гроба. Естественно, работы все, как только все обнаружили, подрядчики, которые делают реставрацию, эти работы отложили. Крышка гроба, это немного разрушено. И, по словам Дмитрия, там есть останки. Ну, нельзя сказать, что это какие-то целостные, там, костные фрагменты. Но останки есть. Кому они принадлежат? Естественно, как бы сейчас достаточно сложно говорить, потому что дальше никаких манипуляций, естественно, пока специалисты приедут, не проводилось. Но, как сказал Дмитрий, который поговорил со специалистами, рост человека, который находится внутри, ну, где-то примерно метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Вот, дальше, я думаю, экспертиза уже будет все показывать. И, кстати, Дмитрию вдвойне повезло. Это такой вот тоже элемент провидения. Вместе с Романом Мамонтовым они снимали фильм девять лет назад. Наверное, ты помнишь эту тоже историю, да, Кристина? Ну да, да. И как раз вот последнюю серию сейчас опубликовали в нашем аккаунте в Инстаграме. Очень много комментариев там. Можете тоже зайти посмотреть. Но и главный вопрос. Какие дальнейшие действия? Когда следственная группа даст официальный комментарий, кто же все-таки был захоронен в найденном гробу? Ну, это самый главный вопрос, который сейчас интересует и всех, и журналистка, в том числе и сообщество, чтобы это как можно быстрее можно было сразу осветить. Может быть, это будет на самом деле сенсация. Ну, смотрите, 12 мая все это дело было обнаружено. Вчера это у нас в эксклюзивнейшем формате было выдано в эфир вечернего хэштега. То есть кадры, которые видели наши телезрители, их совершенно нигде не показывали. Сейчас работают специалисты на месте и следственный комитет, и реставраторы. И пока говорить достаточно сложно, когда тайна станет явным. Я думаю, что нужно следить за повесткой и за нашими эфирами на Тюменское время. Ну что, тогда ждем, Иван. Спасибо тебе большое. Спасибо. Конечно, команда Тюменского времени будет следить за этой историей. Мы будем и дальше рассказывать, как продвигается исследование находки. Тюменское время.